здравствуйте друзья спрашивают про инфляцию в соединенных штатах вот если такое что идешь в магазин и вдруг бах там вот те же товары что там неделю назад стоили дешево сегодня стоит дорого ну давайте я поговорю на тему инфляции может быть так я не думаю что мы говорили раньше давайте попробуем значит есть вы вы все знаете понимаете что есть какие-то статистические показатели инфляционные которые подсчитываются и государством с одной стороны и частными там какими-то независимыми организациями как правило они там конфликтуют они спорят о методике подсчета как все получается и не так далее поэтому я в эту сторону совершенно лезть не хочу потому что это как найти как евреи говорят холой мыс вот ну посмотрите где-нибудь там погуглите значит вот эти самые холой мыс меня не интересует а потому что сколько бы мы не не болтались в этом теоретическом котле и этот похлебку там не перелопачивали там ложками или паломниками мы не мы не подойдем к тому вот как человек живет и что собственно он чувствует и как это на нем сказывается я в своей жизни надо сказать один единственный раз на своей шкуре испытал вот инфляцию такую то что называется галопирующая инфляция вот советской прессе был такой термин галопирующий галопом такая инфляция то они про какие-то страны там вот писали ну естественно не не социалистически вот это было в девяностом году в 1990 году мы уехали в самом конце а у меня был кооператив и я в общем хорошо зарабатывал но в том смысле что я брал там нет не помню несколько тысяч рублей там на жизнь но дальше получалась такая фигня что вроде есть деньги но полки то пустые получается надо идти на рынок но идем на рынок там что-то мы купили на рынке потом жена говорит слушай давай в следующий раз там поедем у нас ленинградский рынок ближайший был в москве давай поедем туда и курицу купим то есть мы никогда не покупали мясо там или птицу на рынке знаете в москве такого не было ну давай купим там что она стоит там пятерку ну купим за пятерку конечно у нас пятерки не приезжаем она стоит десятку значит и да у нас собственно у нас десятки нет но знаете как вот это психологическое это чисто чисто психологически такой феномен и мы думать десятку потом возвращаемся домой ну там что-то мы купили то что надо было и значит я говорю слушай а что десятка ага я тоже не знаю что-то как мы там все десятка следующий раз поедем купим за десятку приезжаем через неделю а на 15 рублей стоит в 15 рублей потом возвращаемся домой и его что 15 рублей где даже не знаю это чисто вот ну как то вот протест внутренний короче купили мы курицу за 25 когда она уже доросла там еще две недели прошло и мы уже просто перестали смотреть на это на все но к счастью мы прямо тут же и уехали вот поэтому а я помню знаете еще что вот на рынке картофель москве стоил 3 килограмма на рубль рубль три килограмма вот так такая была цена до 30 губы 33 копейки килограмм а когда мы уезжали уже стоил 3 рубля килограмм вот так 10 раз но но деньги обесценивались как-то по страшному я не знаю в общем вот вот это я застал чуть-чуть и мы сразу уехали я давно забыл про все эти ощущения но было так странно знаете когда там те три четыре года 35 и ты всю жизнь прожил вот с одной и той же ценой на все и вдруг так найти неожиданно меняется люди которые приезжали через там два месяца после через три-четыре месяца после нас которые застали этот повышение цен отпускание цен в девяносто первом году я не помню когда там отпустили 1 марта вот и они они нам которые уехали три четыре месяца до этого нет ли вообще ничего не понимаете 6 что происходит что вообще ничего нет ну хорошо это так исторический аспект давайте я в камеру передвинул так чтобы улицу показывать что касается соединенных штатов конечно вот такой галопирующий инфляции здесь нет она такая вялотекущая но имеет место быть то есть нельзя сказать что ее нету и все эти технические показатели которые говорят что инфляция есть и сколько там процентов это да это все чистая правда дальше можно там дискутировать что вы здесь какая-то скрытая инфляция есть там чего-то они там в эту корзину потребительскую чего-то включили чего не надо было или не включили того чего надо было этого это понятно но это как бы драматически не изменяет общую картину так может быть немножко меня дальше что происходит дальше инфляция это ведь не только когда цены растут вот ты пришел а цены выросли инфляция это еще и зарплаты растут например когда мы приехали в соединенные штаты 25 лет назад я сейчас пытаюсь вспомнить какая была минимальная оплата труда по моему это было меньше 4 долларов там типа 360 а может 410 я не помню вот где-то вот на этом уровне грубо говоря 4 доллара в час сейчас минимальная оплата но я по всей стране не знаю вот сан-франциско например там больше 10 долларов у у нас тут вот где мы едем по кремниевой долине наверно тоже я честно говоря про минимальный не знаю но даже если 8 но это все равно в два раза больше чем 25 лет назад есть такое движение сейчас чтобы ввести в стране минимальную оплату труда 15 долларов и люди которые этого требуют не понимают что произойдет после этого таким кажется что они просто будут больше получать и смогут больше потратить а то что цены рванут они не понимают они они думают чем больше достанется это не так и малый бизнес погорит тут же надо сразу цены пойдут вверх очень очень сильно пойдут цены вверх вот мы сейчас ездили на круиз да и там все жалуются что люди получают там копейки работают за очень маленький день конечно так поэтому же круиз дешевый а давайте ему двоим зарплату но и соответственно придется стоимость круизов увеличивать и соответственно там может быть какие-то лайнеры уже не понадобятся будет меньше народу ездить и так далее пошло и поехало теперь я могу сказать что вот например самый дешевый хлебушек который был такой знаете для бутербродов такой мягкий вот пакет такой полиэтиленовый с этим хлебом ну можно сказать порезанная такая буханка стоил тогда 59 центов вот самый дешевый был я помню 59 60 сейчас самый дешевый я думаю день приближается к двум долларам я могу сказать что подорожали сыры рыба мясо но опять на большом промежутке времени понимаете на маленьком промежутке времени вы сильно этого не чувствуете и кроме того таки да растут зарплаты понимаете то есть в целом вы можете бы больше больше себе позволить с другой стороны вот я читаю пишут что популярность трампа вот не неожиданно то есть вроде уж ну такой там шут гороховый и вдруг такая популярность говорят потому что средний класс или может быть даже чуть беднее чем средний ночью та часть среднего класс который не сильно зажиточная уже осатанела от того что на протяжении там пары десятилетий у них не улучшается жизнь то есть она она не становится хуже хуже не становится а а лучше тоже вроде как не становится я не знаю я я не живу жизнью вот допустим вот тех там ну кто работает на фермах или там у станка стоит или неквалифицированную работу какую-то выполняет и тогда я я этого не знаю но я читаю то что пишет и вот пишет что вот эта категория людей у них как бы не растет ничего не падает ну и не растет дешевеют очень многие вещи связаны с технологиями и компьютеры и телевизоры и но я даже не знаю вот всякая электроника но она как дешевеет она вроде бы дешевеет но те модели которые должны были там вдвое упасть цене их просто перестают выпускать и начинают выпускать там по прежней цене а может быть и дороже начинают выпускать какие-то более навороченные там и так далее но в конце концов можно взять пользованный там прекрасно и так далее но но тем не менее вот скажем мой windows фон который я там покупал за 800 долларов значит вот мы его когда поменяли на другой он абсолютно как новая я очень мало пользуюсь значит мы там за 100 долларов на ebay он ушел но в конце концов но можно взять двухлетний на ebay там за 100 но значит вот есть где-то где-то значит инфляция где-то наоборот дипляция то есть что-то дешевеет есть есть такие вещи тоже продукты питания опять на значительном промежутке времени подорожали самое существенное что подорожало это жилье рент вот вот мы конкретно про кремниевую долину сейчас разговариваем даже за всю америку мне сложно это вы лучше почитайте за всю америку или там другие блогеров послушайте в кремниевой долине жилье удваивается вот примерно там раз в 10 лет удваивается жилье дом в лос-алтос который 20 лет назад продавался за 500 тысяч это были чудовищные деньги даже себе представить не можете что такое было 500 тысяч сейчас стоит 2 миллиона тот же самый дом он не стал моложе стал старше на 20 лет но земля дорожает вот пожалуйста значит за 20 лет четыре раза дороже стало недвижимость это не происходит так плавненько она где-то подскакивает где-то обваливается где-то там чего-то но так в целом кривуля вверх ползет соответственно стоимость аренды жилья растет в соединенных штатах примерно 70 процентов населения живут в собственном жилье что ну как бы очень удобно особенно когда жилье уже выплачено потом понимаете для нового иммигранта это никак бы не не фактор но для человека который родился и вырастут он может быть никогда и не покупал ничего такого ему досталось от бабушки которая умерла или там от дедушки или там от родителей что-то и там еще что-то поэтому как бы очень многие люди будут то что стоит много денег просто получили его вот так вот на них упала сверху я даже не поняли что произошло толку я мне не приходилось борьбу за это вести так далее есть и есть значит что еще сказать инфляция я с женой периодически на эту тему вот разговаривать я прочитаю что-нибудь про инфляцию я периодически читаю что-то и вот вы слушай а вот говорят вот там такая-то инфляция там что-то здесь там еще что-то но я хочу сказать что по сравнению с с недвижимостью на нашем уровне например вот наша семья да по сравнению с недвижимостью вся остальная инфляция абсолютно незаметно понимаете абсолютно незаметно для того чтобы очень сильно почувствовать удар инфляции нужно находиться на крайне низком уровне заработков где-то вот к минимальному поближе и тогда тебе все будет дорого и каждое увеличение тут на 10 центов там на 15 центов тут тут еще три копеечки там подросло и ты будешь кричать вот такой кошмар и чтобы ввели минимальную ставку там 15 долларов в час а не те 10 которые ты зарабатываешь но в общем то даже не знаю что сказать если человек приехал допустим вот мы смотрим это в перспективе там нового эмигранта он не почувствует инфляции потому что ему нужно там какое-то время но но даже ему нужно я не знаю пять лет это очень много но даже пять лет ему нужно чтобы встать на ноги там начать зарабатывать нормально там и так далее но но все равно за 5 лет инфляции не почувствует то что сегодня происходит инфляции сейчас последние годы вообще практически нет но официально там что-то я боюсь соврать там меньше процента или в районе одного процента то есть последние несколько лет вообще никакой инфляции нет то есть можно пренебречь там одним процентом не о чем говорить были времена когда инфляция была по три-четыре процента восьмидесятые было серьезная инфляция считается что за восьмидесятые годы в среднем было если я не ошибаюсь там 6 процентов я по памяти цитирую 6 процентов вот на десятилетие что существенно 6 процентов за 10 лет это очень много каждый год если но но это не 20 не 30 не 50 там и тогда конечно как бывает иногда в каких-то катастрофических ситуациях в каких-нибудь странах там и так далее но вот так в 90 по моему там процента 3 было такого плана три три с половиной вот от года года там зависит и так далее поэтому когда есть есть инфляция чувствуешь ли ты ее вот как начинаешь нормально зарабатывать так сразу забываешь что есть такое слово вот а начинаешь смотреть на то что дорогие вещи которые тоже казалось бы мог бы купить вот они становятся дороже вот вчера federal reserve bank после почти десяти лет 2006 года не было повышение интересов банковского и вот он вниз шел там как-то на нуле стоял а сейчас вот они на четверть процента накинули это настолько символично символичен символичная сумма там не о чем говорить это просто вот ну как знаете но я по прошлым ситуациям похожим я вспоминаю что происходило когда начинали повышать интерес трейд значит что это значит когда ты деньги в банке одалживаешь те же самые деньги ты теперь за них должен больше денег платить банку ну хорошо будешь платить немножечко там на четверть процента ну будешь немножко больше платить банк и это всегда давала толчок такой истерической компании по немедленной скупки жилья теме кто еще не не успел купить вот они ходят присматриваются интерес поднялся и они побежали они уже не смотрят они уже сверху дают лишние 20 30 50 там 100 но сколько там вот от местности я цен потому что они боятся что сейчас еще поднимут эти когда интерес растет он обычно не растет вот как сейчас федерал резервбэнк они сказали что следующий раз они вернутся к повышению интереса в четвертом квартале через год они вернутся в четвертом квартале 2016 это на самом деле зависит сильно от того как экономика пойдет если они увидят инфляционные тенденции они поднимут интерес трейд это может случиться абсолютно любой момент когда они почувствуют инфляционные тенденции и инфляционными тенденциями на самом деле никто особо не не управляет и даже не знает когда они там проявятся и чего поэтому да так вот было время когда довольно часто повышали этот самый интерес трейд и и была истерика настоящий когда люди скупали лихорадочно там гонялись давали офферы на жилье которые там намного превышали то что называется asking price и так далее вот такая инфляция конечно да я я хочу сказать что вот людей которые более-менее нормально зарабатывают по той местности где они живут давайте я верну свое лицо в кадр для той местности где они живут скажем если он во флориде может купить дом я не знаю там за 250 тысяч то соответственно там свои свой масштаб цен если такой же дом допустим вот у нас тут стоит там два с половиной миллиона значит соответственно там другой масштаб цен если там он даст 10 тысяч сверху а здесь может быть дать дать 100 тысяч сверху чтобы реально там приобрести поэтому вот это чувствуется понимаете а инфляция такая что вот давайте представим что мы самые бедные самые значит незащищенные слои населения тогда я не могу я не умею я не жил никогда этой жизнью я я не знаю я я лично не думаю что есть смысл приезжать в америку чтобы вот находиться вот в этой и в этой части может куда-то еще то доехать надо где уровень социальной защиты населения повыше там нельзя в канаду в израиль там в европу там куда-то вот насколько я понимаю в разницу между америка и канада израилем европы и так далее здесь социальной защищенностью как бы похуже мне кажется чем вот во многих других странах зажиточных вот собственно и все счастливо